Итак, всем саламчик! Я Ровша, и вы на канале Ташкент Второй Дом. Были вопросы о ВНЖ среди подписчиков канала, и я попробую сейчас дать объяснение, пояснение о том, как происходит процедура, кто вообще может получить ВНЖ. В ВНЖ в Узбекистане выдаются трем категориям граждан. Первое. Если ваш ребенок гражданин другой страны, но постоянно проживает на территории Узбекистана, то по достижении 16 лет он может получить ВНЖ. Причем автоматически. Ну, предположим, ваша дочь живет здесь с бабушкой и постоянно проживает. Соответственно, исполнив ребенку 16 лет, ВНЖ автоматически. Вторая категория граждан – это иностранные граждане, которые приобрели недвижимость в Узбекистане. И на основании приобретения этой недвижимости они могут получить ВНЖ. Ну, подав соответствующие документы, естественно. Третья категория – это те, кто имеют родственников здесь по прямой линии в Узбекистане, у которых вы намерены проживать. Причем это именно либо восходящая, либо нисходящая прямая линия. Ну и, соответственно, нужно согласие этих родственников для того, чтобы получить ВНЖ. Что вам для этого нужно? Надо подать в РУВД по месту временного проживания заявление и анкету в двух экземплярах. Вот такого образца. Где вы указываете фамилию, имя, отчество, год, число, месторождения, дата прибытия в Узбекистан, гражданство на день прибытия, семейное положение, сведения о детях, степень родства с принимающей стороной, ну и прочее. В общем, все это можно, конечно, заполнить самим. Или обычно при РУВД находятся такие маленькие конторки, которые за небольшую оплату быстро, правильно вам заполнить эту анкету. Я советую всегда воспользоваться их услугами. Вы сэкономите время, нервы и так далее. Тем более, стоимость услуг, она мизерная. Составляет она обычно где-то 20-30 тысяч сумм. То есть, это где-то полтора-два с половиной доллара. Далее, вам нужны две фотографии размера 3,5-4,5. Сделать их можно также на месте, в этих же конторках, где анкеты, например, заполняли. Это тоже небольшая стоимость. Далее, необходим перечень документов. Это ваш паспорт, свидетельство о браке. Если вы находитесь в браке, документы на ваших детей. Опять-таки, если такие есть, заявления от родственников, у которых вы будете постоянно проживать. Потом документы родственников на их жилье, кадастр, их паспорт, а также, кто на данный момент там прописан. Далее, нужна будет квитанция об уплате государственной пошлины за рассмотрение и оформление документов. Пошлина составляет где-то сейчас 500 тысяч сумм. Это приблизительно 44 доллара, если считать по сегодняшнему курсу. Да, где-то, да. Извиняюсь за прерванные пояснения. Пришел входящий звонок на телефоне. В общем, на чем я остановился. В общем, после приема всех ваших документов вам остается ждать решения. Срок ожидания может составить, по-моему, документально по закону не более полугода. Вообще, откуда такой срок? Дело в том, что на рассмотрение вашего заявления устанавливается сам срок рассмотрения не более одного месяца, но только для одной организации. То есть, из РОВД это будет передано в ГУВД, оттуда в отдел миграции, далее в МИД, ну, в общем, туда-сюда. И в целом выходит где-то порядка полугода. При принятии положительного решения вас известят. То есть, вы оставляете контактный номер. При готовом решении вам звонят, говорят, что вот придите в такой-то день туда-сюда. Вам надо будет опять явиться в РОВД для получения вот этого документа. Явиться здесь надо будет опять с документами, с родственниками, опять-таки, ну, для подтверждения, здесь же больше формальность как бы играет роль. При получении надо будет оплатить его изготовление, это где-то 250 тысяч сумм. Доллар в эквиваленте, это где-то 22 доллара. Плюс различные мелкие выплаты за услуги, квитанции, прочие. Опять фотографироваться на этот уже документ непосредственно. В общем, кругом-бегом все общие затраты, которые вы потратите на ВНЖ, составят где-то порядка миллион сумм. То есть, 8-7-90 долларов. Курс немножко колеблется и стоимость услуг тоже. На этом как бы все. Так что, всем добра, пишите свои комментарии. Увидимся, пока.